Я все еще тоже молодежь официально. Генеральный директор российского общества знания Максим Древаль, краевому активу и студентам педуниверситета, прежде всего рассказал о значимости работы общественной просветительской организации. Мы ставим перед собой задачу увеличить престиж и значимость в целом просветительской деятельности. И это нам тоже удается. 43% людей, молодых людей в нашей стране, что особенно ценно, считают профсоюзную деятельность высоко престижной. И за полгода этот показатель увеличился на 11% пунктов. Знания ежегодно проводят сотни мероприятий для молодежи. Выступления людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, научные батлы, викторины. Снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию. Причем лекторы – люди самых разных профессий и возрастов. Кстати, иностранные граждане тоже принимают участие в проектах. Очень важными проектами является подготовка лекторов для взаимодействия с аудиторией. Аудитория разная. Это и производственные коллективы, это и силовые структуры, это и школьные коллективы, и студенческие. И подготовить лекторов для того, чтобы они могли корректно, правильно, доступно донести эту информацию, это тоже одна из задач общества знания. Региональное отделение общества действует по всей стране в 89 субъектах Российской Федерации. Деятельность в Алтайском крае на самом деле очень обширная, потому что во всех федеральных проектах абсолютно принимают участие жители. И могу даже сказать, что регион входит в десятку самых активных, самых масштабных по проститической деятельности, что, конечно, вдвойне приятно. На сегодняшний день краевым обществом организовано несколько площадок для проектов. Это Педуниверситет, библиотека имени Шишкова, локации в Наукограде. Новые пространства для просвещения жителей в этом году планируют открыть в Славгороде, Камни на Аби и Рубцовске. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Юлия Владимировна Синие...